Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим про глагол to be и возьмем слова по теме профессии. Вы научитесь по-английски говорить предложения, типа я инженер, ты врач, он учитель и так далее. Для начала нам нужно выучить слова врач. Доктор, инженер, учитель или учительница, певец, певица, судья, актер, актриса, официант, официантка, полицейский, мужчина или женщина, police officer. Можно сказать про мужчину-полицейского policeman, а про женщину – policewoman. Бизнесмен, независимо от того, мужчина это или женщина, business person. Если это мужчина, мы можем сказать businessman. А если это женщина – businesswoman. Получается, что в английском некоторые слова используются для обозначения профессии и для мужчин, и для женщин. Например, doctor, teacher. Мы можем сказать так и про мужчину, и про женщину. Есть некоторые профессии, в которых для мужчин есть свое название, а для женщин свое. Например, actor – актер, мы так говорим про мужчину, а actress – актриса, про женщину. А есть также слова, которые появились в результате того, что женщины стали работать в мужских профессиях. Поэтому раньше было слово policeman. После этого женщины тоже стали работать, и появились policewoman. Но в последнее время употребляется все больше слово police officer, которое относится и к мужчинам, и к женщинам. Теперь давайте изучим правила. Мы будем говорить про спряжение глагола to be. В английском языке предложение не может быть без глагола. Поэтому для того, чтобы сказать «я врач», мы должны использовать глагол to be, и он изменяется в зависимости от местоимения. Например, с местоимением I – это будет am. I am – это значит «я есть». То есть, когда мы говорим по-английски, мы должны сказать не «я доктор», а «я есть доктор». Я являюсь доктором. I am a doctor. И вот этот глагол «есть» и «есть» глагол to be. И он изменяется в зависимости от местоимения. I am – я есть, я являюсь. You are – ты есть, ты являешься. He is – он есть, он является. She is – она есть, она является. It is – он, она или оно есть. Местоимение it употребляется, например, для животных. То есть, про кошку мы скажем it is. Итак, для того, чтобы сказать «я доктор», мы говорим I am a doctor. То есть, сначала у нас идет местоимение I – я. Дальше глагол to be в соответствующей форме, в данном случае am. Дальше идет неопределенный артикль a. И после этого название профессии. Не забывайте про этот неопределенный артикль. В данном случае мы будем всегда его использовать. Потому что здесь мы говорим о принадлежности к какому-то классу. То есть, я принадлежу к классу докторов. Для того, чтобы нам потренироваться, нам нужно научиться строить эти предложения. Ваша задача – вспомнить два момента. Первое – это какую форму принимает глагол to be в зависимости от местоимения. И вспомнить название профессии. У вас будут появляться на экране вот такого рода картинки. Что мы должны сказать? Мы должны сказать he – местоимение. Дальше говорим глагол to be, которого здесь нет, но вы должны его вспомнить. Is. Дальше еще вспомнить нужно про то, что есть неопределенный артикль a. И назвать профессию. Здесь мы будем говорить не a, а an. Чуть-чуть попозже об этом расскажу. По этой картинке вам нужно сказать he is an engineer. Он – инженер. То есть, с помощью этого тренажера вы научитесь вспоминать про форму глагола to be, про артикль a, и выучите название профессии. Дальше. Смотрите, у меня здесь местоимение he – он, а на картинке у меня девушка. Здесь вот эта девушка, она нам показывает на самом деле не девушку, а просто название профессии. То есть, независимо от того, кто изображен на картинке, мы ориентируемся в целях тренировки на местоимение. Мы должны сказать он – инженер. He is an engineer. Теперь поговорим про артикль an. Перед словами, которые начинаются с гласных звуков, неопределенный артикль a превращается в an, потому что так говорить проще. An engineer – сказать сложно, потому что две гласные рядом, поэтому англичане говорят an engineer. Так звучит более гармонично. Точно так же получается у нас и с актером – an actor, и с актрисой – an actress. То есть, с этими тремя профессиями мы должны говорить не a, а an. An engineer, an actor, an actress. Давайте перед тренировкой еще раз повторим, на что мы должны обращать внимание. Нам нужно вспомнить о том, что глагол to be у нас изменяется, а именно принимает форму am, are или is в зависимости от местоимения, и что артикль может быть a или an. В этой тренировке мы возьмем существительные только единственного числа. То есть, мы говорим я доктор, существительное доктор в единственном числе, а научиться говорить мы доктора, вы доктора, они доктора, вы сможете в следующей тренировке. Я надеюсь, что вы готовы. Давайте начинать. Мы можем сказать Если это женщина, it is a business person, или It is a business man, или Если это женщина, it is a business woman. А если это женщина, it is a business man, you are a business woman. It is a doctor. She is a waitress. You are an actor. It is an engineer. I am a engineer. I am a judge. She is a police officer. Или She is a police woman. He is a doctor. I am an actor. I am an actor. She is a singer. It is an actress. You are a business person. Или You are a business man. А если это женщина, you are a business woman. He is a teacher. Отлично! Вы большие молодцы! Я надеюсь, что у вас все получилось. Устные тренировки позволят вам разговориться по-английски и отработать грамматику и слова в разговоре, даже когда у вас нет собеседника. Обязательно повторите тренировку завтра, так вы лучше сможете запомнить слова и то, как изменяется глагол to be. Это один из основных глаголов в английском языке. И надо добиться того, чтобы вы могли его менять, не задумываясь. I am, he is, you are. Чтобы вы не задумывались, какая форма глагола to be у вас будет после местоимения. Ну а на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч!